всем привет дорогие друзья рад видеть вас на своем канале в этом видео хочу рассказать о своей катушке которая называется аккума rtx 30 долго искал себе катушку для микро джига именно для микро джига для малыша чтобы она была легкая и даже самым главным критерием было не то чтобы она была легкая а чтобы она идеально укладывала шнур чтобы не было петель потому что когда я начал использовать вот эту вот которую тогда у меня было наличие это шамановский ник с ней все хорошо у нее идеальный бархатный ход у нее практически отсутствуют люфты это тысячник миксеев тычного размера но она абсолютно никак не хотела ложить шнур тонкий шнур ну как тонкий относительно тонкий тогда я использовал да и сейчас использую шнур по-моему назывался айко мой не помню не помню как он точно назывался но производитель был айко размером был 006 такой у него был размер когда я стала ее использовать эту на мормышинге она стала безбожно петли короче на каждом третьем скидывала бороды петли короче я не знаю я сразу же метров 30-40 наверно шнура на ней просто убил первую же рыбалку и не помогала и не шайбы не подкладывал вот даже сейчас вот видно что она у него намотка под конус но этот это ничего не помогало кстати с леской с леской она работает нормально вполне даже себе но со шнуром никак она не могла и поэтому вот стала задача купить такую катушку которая бы справлялась с этими делами но и долго искав искав выбор мой пал на вот такую вот такому вот здесь это не указаны съем все юные параметры подшипников здесь 7 плюс 1 8 подшипников передатка 5 к 1 вот вес очень порадовал вес 192 грамма на тот момент когда ее покупал по моему стоило на 7000 но скажу вам честно ребята на этих денег стоит откровенно стоит потому что после того как я начал ей пользоваться ни разу я не помню чтобы у меня был была хоть одна петля или сброс какой-то или вообще по намотке она вообще она идеальная катушка ну по крайней мере с тем шнуром который я на ней использую давайте скроем посмотрим вот продавалась на такой коробке салопановом пакетике здесь коробки такая вот бумажка была дальше такая бумажка была понятно но все на английском языке потом такая информация по катушке ну и соответственно это взрыв схема от нее и к ней вот так вот степлером приколотый пакетик с двумя регулировочными шайбами шайбой пластиками так ну все это убираю давайте смотреть на саму катушку вот такая вот на ней была бирочка ну вот сама катушечка вот такой она выглядит ручка у нее складывающие фиксируется она вот этим винтом винт закручиваешь ее подтягивает отлично мягкий ход легкий никаких посторонних шумов ничего нет дужка лесоукладывателя четко работает очень четко даже вот если слышно сейчас будет щелчок она работает с таким щелчком очень фиксируется и она у меня уже эта катушка где-то около года ну да два года наверно есть в семнадцатом году я ее брал два сезона на нее отрыбачил ну что скажу одни положительные только эмоции легкая практически не весома сейчас я использую на удилище максимус максимус black widow сочетание получилось ну вообще как для меня это идеальное единственное что не совсем здесь понравилось ну как бы это не критично это глубокая шпуля довольно таки глубокая шпуля и там у нее на дне перфорация такая сделана чтобы как при намотке не скользила леска вот сейчас вот если не знаю будет видно нет сколько намотка какая до буртика осталось вот это с учетом того что здесь уже намотана 100 метров 0 2 монолески и сверху где-то тут остатки у меня этого шнура ну примерно где-то метров 60 шнура диаметре 0 0 6 глубокая школе конечно хотелось бы для таких у целей для микроджига для мормышинга более низкопрофильную шпулю но видимо производитель решил что там будет лучше фрикцион работает четко сама гайка затяжки с таким вот щелчком откручивается здесь вот такая резиновая прокладочка стоит видимо для того чтобы вода не подала внутрь корпуса может быть для чего-то другого вот так выглядит под шпульный узел здесь сейчас стоит одна прокладка то есть как прокладка стояла с завода так я ничего не менял меня полностью устраивает намотка повторюсь мне для меня было главное чтобы не было петель но с этим она справляется просто великолепно просто вот этот вот как он правильно называется не знаю шпенек или как ну куда заводится леска он здесь выполнен из металла обычно у других катушек он пластмассовый здесь металлический подпружинен по моему с той стороны ролик крутится идеально за два года ничего не делал ничего не смазывал как вот она была с упаковки так и использую по люфтам по люфтам немного огорчил люфт ручки вот этот вот люфт если сейчас увидеть вот так вот осевой или как на чуть-чуть а вот так вот радиальный люфт довольно таки сильный вот видно то есть этот люфт он не появился он был изначально из коробки почему ну я не знаю разбираться не стал короче использую так как есть в принципе меня это не напрягает не напрягает не совсем удобный кнопку вот такой формы грушевидный вот такой вот на шамановской катушке гораздо удобнее для хвата по крайней мере для меня ну со временем и материал здесь не пластмасса и не резина сделан из ну люфтов здесь никаких нету ручки в роторе также никаких люфтов нет абсолютно никаких здесь вот люфтик присутствует но он присутствует во всех катушках практически каких-то чуть больше каких-то чуть меньше опять же на работу катушки это как бы никак не сказывается вот такой вот небольшой этот обзорчик катушки не знаю мне очень нравится катушка если бы был выбор покупать ее еще раз или нет то сто процентов однозначно я бы ее приобрел легкая не кидает петель так по размерам по размерам так это идет получается 30 размера есть еще 20 размерами катушки есть а есть 25 30 и 40 уровня это у меня 30 если сравнивать по размеру с шамана шамана вот можете посмотреть разницу размеру если сравнивать с окусимой 2000 то они практически идентичны по повесу да ощущается что это катушка намного легче к следующему сезону планирую купить сюда другой шнур потому что этого осталось мало и он уже довольно таки сильно изношен буду продолжать и рыбачить ну короче ребята кому нужен хороший инструмент для микро джига для рывковых проводок для мармышинга легкими удилищами для деликатной проводки какой-то для деликатных снастей снастей то рекомендую сто процентов вот эту катушку я рекомендую еще раз повторюсь аккума rtx 30 отличный вариант для ультралайтовой ловли кстати сейчас их почему-то в продаже нету уже давно покупал в спиннинг-лайне я практически все товары покупаю спиннинг-лайне ну вот смотрел давно у них их не было ну вот если кто-то где-то найдет можете смело брать катушка вас не подведет это я вам гарантирую все пока